В кадре нож с японским названием Йокай. Это новинка 21 года от компании Бекер Плюс, дизайнером которой является Александр Десантис. Этот человек, который является сотрудником компании Гидронайвз, эта компания находится на севере Испании и имеет свою линейку ножей, свой бренд и довольно-таки с тактическим наклоном. Как правило, производит снаряжение тактическое и, соответственно, оружие. Что касается этого ножа, безусловный тактик, повторюсь с японским названием, в форме по геометрии, как видно, Танто. На клинке сталь D2 видим логотип данной компании. На рукояти G10, причем цепкая за счет того, что выполнена такая 3D-обработка в виде пчелиных сотов, причем хаотично. Накладки фиксируются спейсером и дополнительно с помощью аккуратных маленьких торксов. Спейсер же образует просторное темлячное отверстие, поскольку нож тактически здесь, безусловно, присутствует стеклобой. Клипса аккуратная, на одном положении. Здесь также маленький торкс, без какого-либо реверса. Что интересно, лайнера имеют довольно-таки немалое облегчение, большие такие пропилы. И, соответственно, все как нужно. Нож в руке сидит достаточно удобно. Я думаю, перчатки также. Лайнер, мне сказать, что он какой-то тонкий. Он довольно-таки нормальных размеров. В осевом подшипнике, поэтому нож флипует, в принципе, очень-очень неплохо. Неплохая механика у ножа. Отлично работает DTENBALL. С коробки может быть немножко асимметрия по центровке, но в данном случае у нас все неплохо. Что касается компании Hydro Knives и Александра Десантис, еще как Hydra Design, встречается в названиях, то с этой компанией мы не знакомы. Но она, безусловно, в Испании на слуху. Как правило, в данной компании практически весь модельный ряд производится в Китае. Поэтому модели достаточно бюджетные. По спускам здесь прямые, сведен порядка в 0,5 миллиметров. Интересные отверстия в нижней и верхней части. Ну, такое прям вот тактически-тактически. Что касается механики, сказали. Неплохо флипует, удобно сидит в руке. Рукоять достаточно врезучая, опять-таки, за счет такого вот цепкого и обработанного G10. Ну что, на этом все. Давайте, наверное, мы его померим хотя бы сведением, поскольку размеры дадим, наверное, уже в описании. Вот сведение. Ну да, где-то 0,6 получается в основании. На ощупь почему-то определил как 0,5. Ну вот 0,52 в средней части. И на острие, я думаю, миллиметрное, стандартное. Ну нет, 0,7. По обработке клина здесь у нас титаниум нитрит. Но не назвать его самым, как говорится, износостойким. Но оно присутствует. Кстати, есть такие доллы на вылет. Неплохо смотрятся. И вот, кстати, видим нож с коробки. Есть небольшие вот потертости. Кстати, на что следует обращать внимание при выборе. Давайте его еще и взвесим, раз уж мы подробно остановились на замерах. 154 грамма. Ну, для тактического ножа, в принципе, довольно-таки неплохо. Все. Не буду затягивать ролик. Спасибо. Александр Десантис, это Бекер Плюс. Оставайтесь с нами.